Приветствую подписчиков и зрителей моего канала, с вами снова Михаил Фокс. Продолжаю свою серию видео по EDC обновкам приобретенных на Али. Уделяю я внимание обычно в этих видео тем экземплярам, которые, как по мне, хоть и стоят недорого, но весьма качественно сделаны и лично для меня интересны и удобны. Надеюсь, это видео поможет в выборе и вам. В этот же раз подробно рассмотрим интересное решение EDC-ключницы от неизвестного китайского партняшки. Взял я ее в нагрузку к заказанному ранее TechLock'у с главной целью наконец-то решить вопрос с бряканем ключей в кармане или в рюкзаке. Но перейдем непосредственно к ней. Изготовлена из легкого и вполне достаточного для таких мелочей 600-го нейлона, на удивление ровно скроенного и даже без торчащих ниток. По общим габаритам, как вы видите, она не очень большая и мега здоровые связки ключей не переварят. Мой же, можно назвать его практичный сет, вполне свободно себя в ней чувствует. Молния, как и вся здесь китайская фурнитура, ноу-нейм, но открывается и закрывается плавно. На пластиковой фурнитуре видны следы литья. Ну блин, это же все же копеечная поделка, чего от нее требовать-то? Если уж подожмет такое состояние дел с обработкой, то тут пару движений наждачной бумагой и проблема, в общем-то, решена будет. Ну или у вас есть, например, своя заначка с фурнитурой, более качественные бусинами, и вы их просто переставите сюда, тем самым персонализировав эту безделушку. Внутри тут, на удивление, также все аккуратно. Ни краев необработанных, ни торчащих ниток. Даже люверс умудрились ровно и вполне аккуратно вмонтировать. Смотрю я вот на этот базовый комплектный шнурок, и что-то думаю, надо мне его подлиннее, из паракорда поставить. Хорошо с перестановкой фурнитуры, тут проблем не возникнет. Надо, наверное, так и сделать. Но это не значит, что он тут фиговый, просто небольшая персонализация. Или по-другому можно это назвать, руки чешутся, с чем-нибудь повозиться над ней. Кстати, именно поэтому я взял его в песчаном цвете. Забыл сказать, он доступен также и в черном. А взял я его в светлом, так как хотел нанести на нем маркером группу крови, написать еще что-нибудь, там никнейм, например, в случае потеряшки. Ну, адрес для возврата потерянных ключей я все же писать на нем не буду. Вот как-то так. Такой общий смотр получился небольшой. По качеству вы все и сами прекрасно видите, для 100-рублевой вещички вполне годная. Если вы подыскивали что-то подобное или просто случайно сейчас наткнулись на этот смотр, брать определенно можно. Также хотел дать небольшой совет. Когда берете что-нибудь такое же мелкое с Али или других китайских магазинов, то берите что-нибудь еще от этого же продавца недорогого для общего объема посылки. Ну, так шансы ее потерять почтой немножко сокращаются. Как и сказал в начале видео, я ее, например, докинул в общий заказ к Теклоку. Ну что ж, затягивать не буду. Увидимся в следующих видео. Надеюсь, это было вам полезно. Не забывайте подписываться на канал и недавно открытую мою группу ВКонтакте. Если есть вопросы, задавайте в комментариях. Все полезные ссылки вы найдете в описании под видео. Ну и пока-пока!